Встреча узбеков, казахов, немцев, поляков, чеченцев и других национальностей и этносов, которые проживают на территории Шумкента, стала уже традиционной. В ярких национальных нарядах они демонстрируют свою особенность, при этом подчеркивая принадлежность казахстанской земле. В этом году сессия Ассамблеи народа Казахстана проходит под юбилейной датой – 20-й. Сегодня областная ассамблея народа Казахстана сложилась как дефективный институт в реализации государственной этнополитики, посредством которой оказывается реальная поддержка этносов в их стремлении к возрождению своей культуры, языка и традиции. Ветер перемен обозначил задачи перед страной. Одна из них – добиться нового качества развития, сохраняя при этом исторический опыт и национальные традиции. И есть платформа – трансформация экономики, политики и общественного сознания. Но без духовной составляющей дружбы и единства нет будущего. Сегодня без внимания не остались люди, которые внесли свой вклад в укрепление единства между этносами. Восемь человек удостоились награды «Курмет», среди них – журналист Алиса Масалева. Она много лет пишет о людях, традициях казахстанских этносов. Эта работа меня обогатила. Я узнала очень много традиций наших этносов. Я познакомилась с замечательными людьми, которые большой вклад вносят в развитие нашей области. И сегодня я могу с уверенностью сказать и говорю всегда и везде, что южане действительно самые доброжелательные, самые открытые и самые отзывчивые люди. Ну, в нашей стране точно, но я бы, может быть, сказала, и в мире это может быть вполне. Объясню почему. Потому что южане действительно очень много вкладывают в понятие дружба. Звучали на встрече и слова благодарности за возможность жить на земле, которая дала любовь и свободу. Я горжусь, что судьба подарила мне шанс жить в такой стране, как наша, где каждый человек, независимо от своей национальности и своего социального статуса, имеет возможность учиться, работать, сохранять свою культуру и язык, чтить свои обычаи и традиции. Говоря о согласии, участники встречи затронули и переход на латиницу. Многие считают, что новый алфавит облегчит изучение казахского языка для представителей других национальностей. Переход на новый шрифт для многих и многих может стать тем самым понедельником, с которым удобно начинать новую жизнь. Было бы желание и воля не позволять душе лениться. Я более чем уверена, что латиница нашу дружбу не разрушит, а наоборот станет тем, что более тесно сплотит наше казахстанское общество. С самого начала деятельности Ассамблеи народа Казахстана внесла значимый вклад в возрождение и развитие культуры этносов. Общественное объединение знает, что сохранение межэтнического согласия – это ежедневный труд. Толерантность, уважение и гостеприимство – эти ценности друг у друга перенимают все этносы, проживающие на юге. А стабильность – фундамент для построения благополучного развития страны. Жанна Тухтарбаева, Ужан Женус, Вашингтадашев, информационная служба, телекомпания «Утрар».